Ну что, мы в Каннах. Вообще непонятно, что происходит здесь. Трупы гниющие, разбросаны по всему острову. Вообще, это безобразие, конечно. Все к чертовой матери затопило. Вот те и Канны. Все, до свидания. Парни, привет. Ну что, мы в Каннах. Я Евгений Стаховский. И это Каннский кинофестиваль. Но я приехал сюда не для того, чтобы бесконечно общаться со звездами. Или неистово смотреть кинофильмы. Хотя, может быть, что-нибудь да и попадется. Я приехал сюда для того, чтобы наконец-то ответить на главный вопрос. Почему Канны? Пойдемте гулять. Знаете, это очень забавно. Но современную историю Канн начали англичане. Лорд-канцлер Англии, Генри Брум. В 1834, по-моему, году отправляется в Италию. Везет с собой свою дочь, Элеонору Луизу. Она болеет, у нее чахотка. И он везет ее в Ниццу для того, чтобы полечиться. А Ницца-то тогда итальянская. Ну как итальянская? Она принадлежит королевству Сардиния. А там холера, эпидемия. И там барьер, практически как сейчас барьеры. Никого никуда не пускают. И он вынужден повернуть. Едет в сторону Грасса. И по пути проезжает какую-то захудалую деревушку. Вообще непонятно, что происходит здесь. И останавливается на постоялом дворе. А постоялый двор расположен, ну вот, где-то вот на этом месте. Вот здесь. И он говорит, подай мне, хозяин, поесть, попить, ночлег. Этот был настолько очарован гостеприимством и кухней, что вместо нескольких дней пробыл здесь чуть ли не несколько недель. А потом и вовсе решил построить здесь виллу. И вот с этого места начались современные Канны вместе с первым городским кварталом на набережной Сен-Пьер. Вообще самое главное, с чего все началось, это, конечно, лигуры, древние племена, которые, ну, они где только не побывали. И вглубь Франции ушли. И в Испанию они вторгались. И в Италию они вторгались. В общем, они, как приличные люди, расселились здесь по всему побережью. И вот это вот Лигурия и Пьемонт, современный итальянский, и, конечно, Прованс французский, это вот, собственно говоря, лигурийская, лигурская история. Да, ну вот от Марселя до Пизы где-то приблизительно. А потом они приплыли, и они такие, что бы нам не основать здесь город-крепость. И они его моментально основали. Где-то, говорят, второй век до новой эры. И назвали его Каноа, что с лигурийского обозначает просто высота. А тут 66 метров высоты, вот и все, высота и все дела. Вот те и Канны. А Канны, это ведь не только город, который пригород Ниццы, по большому счету. Что тут городочек-то? Это ведь не только коммуна. Это же вот как раз те самые Лиринские острова. Сан-Маргерит, святая Маргарита, и Сент-Она-Ра, то есть святой Гонорад. И история Канн, уже такая более-менее человеческая, историческая, она как раз началась с островов. Туда-то мы для начала и отправимся. Пока мы плывем на острова, я подумал, что Каннский фестиваль, как мне кажется, почему-то не очень любит фильмы о древности. Мы же плывем за древностью. То есть они в программе, конечно, бывают, но не очень часто. Да и то это такие истории полувымышленные или вообще вымышленные. Не знаю, от Элла Орсона Уэллса или, кстати, наш отечественный от Элла Юткевича он получил приз за режиссуру в Каннах. Но мой любимый – это, конечно, Пьер Пауло Пазолини, «Цветок тысячи и одной ночи». Гениальная работа, роскошнейший фильм. Пазолини выжил, но, как умеет, абсолютно все. Отдельное прекрасное удовольствие. Ну вот мы и приплыли на «Цветую Маргариту». А тут же все началось с того, что здесь было сильнейшее землетрясение. Как раз вот где-то тогда, около 400-го года. И все к чертовой матери затопило. Здания, порт, острова, постройки, которые здесь были, ушли под воду на глубину в один метр. Ну, вроде немного, но представьте, стоит себе дом, бабах, теперь его нету. Все затопило. И осталось только на возвышенности, собственно, башня и какие-то там вот построечки сверху. И это как раз очень связывает со святым гоноратом, потому что после этого землетрясения и практически цунами, которая здесь приключилась, он и начал восстанавливать эти места. Следы землетрясения до сих пор сохранились в греко-римских руинах. И, конечно, жители стали покидать остров и стали возвращаться в дикую природу. А гонорат, который сюда прибыл, сталкивается с новой напастью, нашествия змей и скорпионов. На острове не одна змея, это целое нашествие, и это сильно вредит созданию монастыря, поэтому будущий святой должен очистить остров от этой угрозы. И святому гонорату нужно как-то справляться с нашествием змей и скорпионов, которых он, конечно, умерщвляет. Трупы гниющие разбросаны по всему острову, и тогда он приказывает взлезть на пальму, а потом жестом руки поднимает волны и смывает всю эту нечисть с острова. Так, ну ладно, я пошел. Что значит куда? В монастырь. Конечно, возникает вопрос, почему мы не поехали на остров Гонората, а снимаем все с острова Маргариты. Во время Каннского фестиваля на острове святого Гонората проходит свой фестиваль, и он называется фестиваль тишины. И монахи очень просят к ним в это время не приезжать. Будем уважать волю местных. Господи, сколько пауков, мама дорогая! Мы, собственно, на острове Святой Маргариты, которая, как говорят, святая, потому что она основала здесь свою религиозную общину, и она сестра святого Гонората. По другой легенде, на самом деле, Святой Гонорат, ну тогда еще не святой, и Святая Маргарита, которая тоже тогда еще не святая, они на самом деле здесь занимались ничем иным, как сражались с драконом. Но на любом приличном Средиземном острове должен быть дракон. И вот они замочили дракона, но замочили не до конца, а он улетел умирать туда, за холмы, за горы, и там теперь город Дергиньян. А еще, если вдруг вы когда-нибудь окажетесь на острове Сент-Онора, то есть Святого Гонората, то помните о том, что к Гонорию и потом уже к его последователям вообще приезжали на воспитание, на учение очень многие люди. И самый известный из них, пожалуй, это Святой Патрик. Да, тот, ирландский. Он проходил свое обучение именно в монастыре Святого Гонората, а потом поехал евангелизировать Ирландию. Вообще, это безобразие, конечно. Приехать на Святую Маргариту и рассказывать полчаса про Святого Гонората. Но на самом деле на Маргарите главное, что есть, это вот это сооружение, это древняя крепость, ну как древняя, средневековая, конечно, поздняя. Самое интересное, что в этой крепости в 1687 году стали содержать чуть ли не самого известного узника всех времен. Именно здесь содержался человек в железной маске. Мы до сих пор не знаем, кто это, версии миллион, выбирайте любую. Самое любопытное, это, конечно, то, что это царь Петр I. Мол, когда он после своего великого путешествия в молодости по Европе вернулся в Россию, на самом деле он не вернулся, приехал кто-то другой. А царь Петр сидел здесь в железной маске. Вообще в крепости много знаменитых узников, например, Клоджи Фруа де Абанс. Это, собственно, изобретатель парохода. И он, когда был в крепости, отсюда имел возможность наблюдать за работой кораблей весельных и так далее в лагуне, да, на заливе. И потом все, что он здесь рассмотрел, он притворил в жизнь. Все, до свидания, Маргарита, до свидания, он ура. Кстати, между островами лет 20 уже, наверное, назад установили на дне моря огромные статуи в виде человеческих лиц, двухметровые. То есть они создали подводный эко-музей. И со временем все эти статуи в виде человеческих лиц, человеческих голов должны покрыться водорослями, ракушками и создать вот природную среду обитания. То есть это забота, понимаете, о том, что будет дальше, что после нас что-то останется. Кстати, есть отличный фильм. Называется он «В мире безмолвия, в мире тишины». Его иногда переводят в фильм «Кусто», подводные съемки, фильм, который получил награду Каннского фестиваля. И это большая удача и большая редкость, потому что в Каннах, чтобы документалка получила серьезный приз, но такого практически не бывает. 5 июня 1838 года епископ Фрежус лично прибывает вот сюда для того, чтобы благословить новый квартал набережной Сен-Пьер. Здесь начинают все обустраивать, естественно. Это первый жилой приличный комплекс Канн. И вот мы, собственно, выходим на знаменитую набережную Круазет, которая теперь знаменита, а тогда была никому не нужна, потому что существовала тропа к мысу, которая называлась Путь Маленького Креста, потому что там на мысу, который разделяет два залива, стояла сначала крепостная башня, а потом и крест, куда, естественно, все вот здесь должны были ходить для того, чтобы каяться. И вот все этим путем Маленького Креста туда ходили, поэтому Круазет это не только тропинка, это еще и то место. А теперь вот это знаменитая набережная, где, пожалуйста, Мэрия Канн, дворец, где проходит Канский фестиваль, но это совсем другая история, история Каннского фестиваля, и в следующей серии я до нее обязательно доберусь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok